Вы сейчас присутствуете на моей кухне, кухня в прямом смысле, вот и так как мы не самые богатые, то эта же кухня является мастерской, здесь в данном случае видео. Значит, смотрите сюда, многие никогда даже меня не видели, это надо помереть, чтобы вдруг подняться. Итак, жаль за Валерий Константинович, так, значит, сейчас я буду вас шокировать вот этим вот, а лучше вот этим, тут уже 500 грамм. Вот, почему показываю? Нет, не доходится. Главное заинтересовать вас, чтобы вы дальше слушали. Так, теперь, значит, у меня в гостях Елена Александровна Савинич, вот, бывший путинский стипендиант, значит, красный диплом. Да. Так, в данный момент аспиратка. И единственное из ученых является одновременно участником и сотрудником моего небольшого коллектива. Железов старший, это то, что вы видите, Железов младший производства саженцев. Елена Александровна все это изучает, участвует, уже подрастает ее руками, нашими с ней руками саженцы привитые, причем эти привитые саженцы, которым сейчас, ну, порядка трех лет, дают прирост по два метра, причем без ничего. И я этим пытался вас заинтересовать, потому что нас действительно мало. А такие фильмы должны нам помогать. Вот. Значит, смотрите, сегодняшняя тема, у меня их много, фильмы, судьбы, но еще не все сказано. Допустим так, это Сибирь. Да, микроклимат, но мы же хитрые, мы должны его научиться обманывать. Климат превращая в микроклимат. Помните, там у меня это светлого цвета, железный этот самый профиль, а перед ним, это сервер, а с йога персики. Вот и пожалуйста. Конечно, они сами по себе. Свет отражается, дополнительное тепло. Да, они сами по себе морозостойкие, самые морозостойкие в мире. И плюс, и вот, пожалуйста, неукрытые персики. Вот это мы, а, у меня тут, вот это, ой, их надо поискать, я даже живые косточки покажу. Ладно, чуть позже. Итак, сегодняшняя тема, увы, не персики, заходите, через фильм покажу их. А теперь я вам показываю, с чего все начинается. Итак, яблони и груши, которые на столе. Яблони вам более знакомы. У некоторых даже бывает. Мы когда сюда приехали, мы, это металлурги, строители и энергетики. Здесь были в ходу Боровинки, Белый налив, Папировка, это самое, попадались, Антуановка, попадались, да, полукультурки, очень замечательные. И вот мы продвинулись вперед, догнали Запад, а так как здесь нет ни одной капли отравы, ни одной, Ирина Александровна, три года дружбы и сотрудничества. Ну, переключиться невозможно. Гарантирую. Гарантирую. Ладно. Теперь, начинаем рассказывать. Итак, приезжаю, я постараюсь быстро, приезжаю, советую. А на рынке все, что я покупал, все сдохло. То, все, что я резал, делал искусственную кровь, все сдохло. Первый этап. А это учеба, да. Ни один малыш, не падая, не научился ходить, так? Вот такой малыш, с удовольствием я был. Дальше, поход в лес, вот они, сибирки. Ни одна, ни две, их там были миллионы. Хитрость первая моя. Лучший, этот самый, лучший изобретатель города Новийск, у него диплом лежит. Что я сделал? Не выходя из тайги, прививал. Прививал плохо. Но из 25-8 прививалось. На коленях там это, где-то рисунок увидел, ничего не знал, никто не усил. И эти 5-8 с комом земли в саду. Через три года у меня вот такие вот яблоки. Причем самое интересное, да? Ну, не самое еще роскошное, но вот такие уже. Сейчас вы не смотрите, почему они гнилые, я сейчас объясню. Это заготовка семечек. Поэтому я специально даю, вот так, чтобы у вас шок не вызывало, вот эту роскошь. Вы подальше держите, чтобы не было размытое. Ладно, тогда вы показывайте. Вот, вы поняли мою идею. Значит, первое, используя возможность, сразу... А у сибирок отторжение от этих, да. У сибирок отторжение, потому что они настолько дики, что как вот эта роскошь может прижиться? А мы-то ночевали, чего попроще? Так, в руках держите моего лидера. Интересно, мне все-таки хочется показать все краски. Вы отвлекаете, Елена Александровна. Вот, розмарин, чудо. Так вот, это самое, у меня просьба будет, это чудо увезти в Красноярск и показать профессору Матвееву, вашему научному руководителю. Это сказать от нашего стола к вашему столу. Теперь, этап, начали с дичков. Показываю. Первый этап. Второй этап. У меня появился на берегу Несея, пока только для вас не секрет, 10-15 самосевных яблок. Это уже, так называемые, я их разбил на, условно, я их разбил на, с чего начинается, если вот этого не будет, вот этого не будет. Поэтому я не начинаю с крупных, я показываю по двое будущее. Вот это вот я рассылаю. Так, здесь несколько плодиков, стоят 10 рублей не разоряться. Так, уже тут 5 или 7 плодиков, до сих пор не считал их. Вот. Вот они так выглядят, так. Я их называю оккультуренной Сибирки. Рядом несколько наших садов, вот с этим вот. И вот где-то лет 15 назад, я на них перешел, почему? Дикарь есть дикарь. А в этом уже гену культуру. Знаете, там есть даже это, это надо изучать, вот, это, аспирант Савинич. Почему? Там есть даже вылитые пипины, только вот такого размера. Пипины вылитые. Вы понимаете, что мы натворили? Мы в саду выросли культурные, в лесу дикари, получилось вот такое чудо. Ладно. Значит, здесь же птицы принесли нам, и они рассеялись опять по берегу Енисея. Вот это чудо. Вот. Они уже явно, что влияние культурных родителей велико. Вот. Это значит, что они самосевом зашли, одичали сколько могли. Сибирь, правильно? Вот так. Вот так. И эти тоже я рассылаю. Вот так же, одна штучка 10 рублей, там опять несколько семечек. Кто мне скажет, сколько семечек? Вот опозорился. Вот. Все понятно. И они тоже служат подвоем. Понимаете, в чем дело? У них уже где-то процентов 30-40 культурности, скажем так. Мы не будем сейчас рецессивные едины, доминантные едины, а то сейчас кто-нибудь отключит, кто ненавидит биологию со школы. А так хотелось бы, чтобы они досушили. Так? Вот это тоже подвой. Почему? Ко мне, держите за стол, обращаются за косточками, за семечками, за черенками. Вот. Одесса, Анапа, Сочи. Я уже не говорю про Прибалтику, заграничную Прибалтику. Я уже не говорю Беломуси, Казахстан, Украина, это 100%. Вот. Вот это все. Ну, Господи, да что же вы там? А ведь у этого минус 50. У него запас прочности. Я это называю не морозостойкость, а я это называю у меня свои термины постепенные. Ну, наверное, более привык. Удобно название. Запас прочности. Минус 50 выдержит. А значит, вот это вот может жить до Красноярска. Теперь, возьмем Красноярск. Мы же начали продать яблонь, и вряд ли мы все успеем. Так, нам надо ехать к Рыкалину, а это лучший садовод. Я это, знаете, как, на той стороне, помните, как у этого, на той стороне никого не трогает, я на этой, короче, на этой стороне супер садоводы жестовские, на той стороне супер садовод Рыкалин, как винограды, и не только винограды, вспомните, про персики. Короче, мы едем жрать виноград, когда-то он участвовал в моих семинарах, доклады читал, я этим горжусь, вот, серьезный мужик, его должна знать страна, его должны знать Тимиревская академия, Мичуринская, ну, вот так складывается. Он еще сторожит, этот самый? Не знаю. Ну, мы спросим, его последнее достижение, сторож в инкомате. уникальный садовод, равных нет ни в одном, а я знаком со всеми, я говорю, по результатам, вот, вот, вот видите, мы начали секреты раскрывать, какие у нас люди, теперь так, отвлекся, и, за этим я что показываю, значит, есть сорта попроще, вот, понимаете, что это такое, осенняя полосатая, так, вот, показали, надо куда-то теперь, откладывать, вот там у нас целое ведро, а, целое, давайте туда, поставьте на пол, вот эту самую, тазик, 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 вот, мы будем убирать, почему, потому что, нам обязательно надо, чтобы, не путаться, осенняя полосатая, увидели, вот оно такое, и лежит, несколько месяцев, и, я так говорю, достаточно вкусно, для, уже для Сибири, а его можно продвинуть, Красноярский, за Краснояр, вот, а у вас же есть свои, объясняю, страна, весов у нас, так, и плотин, и, они окавалюруют тепло, ниже плотин на сотни километров, не замерзают реки, ладно бы я призывал там дальше строить, они давно построены, их миллионы, и ни хрена нет уже, даже вот это вот, вот я все показал, полосатая, осенняя, даже вот этого нету, а это уже в каждом саду, вот постепенно подходим к элите, так, вот, видите, вот это уже пошло получше, так, видите, а то, что у него названия нет, хапанул черенок, у знакомых, прекрасно, а у знакомых, знаешь, что потом сделали, они начали делать, чершеобразную форму, у меня есть фотографии, отрезали верхушку, и пошла, и пошла, и пошла мертвичная гибель, до самого, уничтожили такое дерево, я спас, видите, я спас, этот сорт, а где еще, у нас в тысячах садах, уничтожают те, что режут, до метра делают искусственный штаб, им ходить неудобно, ну и так далее, но это уже, технология, это другой разговор, итак, начинаем, переходим к чудесам, вот, так, с каких начать-то, ой, с каких начать-то, так, сразу ошеломить, и так, как идет заготовка, именно в таком форме, самые роскошные яблоки, такие, такие, вот такое, это, оно было бы сгнило, оно лежало, чтобы взять косточки, но я его дарю, ну, не только его, вот это все, красоту дарю вам, с это, с вашим руководителем, да, а так, если бы оно не приехало бы, оно догнивает, и именно с них, я беру семечки, и рассылаю, и чтобы, вот сейчас фильм, для того, чтобы люди знали, вот это и есть, мировая элита, сейчас мы уже познакомлю, которая, сделала, шаг, на север, на восток, только благодаря, вот этим вот, и сибиркам, значит, в последнее время, не чуть-чуть технологии, в последнее время, в последние годы, мы с Сергеем, берем, прямо, он уезжает, вот сейчас мы будем там, я покажу, в деревне, вот, вчера, позавчера, он копал чистые сибирки, уезжая, на 10-20 километров, глухую тайгу, там они растут ковром, они все корневые отводки, у них сдержанный рост, это лучшее, что можно придумать, как качать все подвоем, и они абсолютно дикие, но у них, открывай один из секретов всему свету, потому что я нигде этого не читал, и боюсь, что нигде этого не написано, если вот это вот, да, вот это вот, дай бы яблочкой почище, а то все смотрят, что оно сморчено, повторяю, это на семена, это на семена, или вот это, о, Жигулевская, посмотрели эту прелесть, вот, я называю король сада, наша отечественная, вот, у тебя в руках-то это самое, и уже трудно отличить, вот Квинти, я опять отплекся, у него форма вот такая, запоминаю, а у Мелбы, возможно, они родственники, возможно, и в разрезе тоже красные, но, вот, все равно это разные яблоки, Квинти привез с Украины, платил гривны, вот, Мелба, кто-то сюда завез, и она пошла по садам, а мы как, давай штамповать саженцы, а последние годы, как, давай их убивать все, начитались, ладно, опять ответить, итак, что я хотел сейчас сказать, я хотел сказать, что, берем, со взрослого, ну, молодого, у меня все время, у меня люди серьезные, а они знают, они Мичуревы начитались, сохраняют сортовое качество, только взрослые деревья, вот, очередно к нему прививаешь, он, вот тогда только, это, приватно такое, мы устой, что, может быть, устоялся, подвой, а мне неинтересно, вот, раз, во-вторых, как они, мощные скелетные деревья, расправляются с этими прививками, они их уничтожают, или сразу, или постепенно, доводят их до инфаркта, если они умирают, вот, а я беру с молодых деревьев, а подвой-то у них, вот, вот, вот это вот подвой, и сибирки еще в два раза, мельче, и вот удивительное дело, ветка, которая, на которой висят вот эти яблоки, она уже пропитана вот этим вот, и получается то самое насыщение ментора по Мичулину, которым крест поставила наука, но это, но я называю насыщение ментора, уже пожили, наоборот, то есть мы внедрили, вот эти яблоки, гены вот таких вот, они уже есть в ветке, и когда я эту ветку отрезаю, режу на черенки, и приваяк абсолютно, это секрет из секретов, это важнейший момент в моей жизни, когда я это озвучиваю, и тогда они, учитывая, что то, что называем насыщение ментора, это теперь получается, я скажу, как мимикрировали, нет, не то слово, в общем, не адаптировали, ну даже, можно сказать, мимикрировали, теперь они берут, принимают его, то есть их обманули, в Сибири, в Сибири, дикие, с огромной морозостойкостью, когда в них ветки, внедряют в них, они обмануты, они должны их отторгать, смотри, уссурийская груша дикая, считается несовместимая, ну-ка покажем, да-да-да-да, вот, ну-ка посмотрим, сколько времени прошло, а то он возьмет, отключится, а мы будем так и говорить, еще время, еще время есть, вот, уссурийские груши, уссурийские груши, настоящие, так вот, и вот, та же самая история произошла, та же самая с ним, та же самая работа, Лена Александровна, когда будешь академиком, меня на свете не будет, ну, похлопочи там это, какой-нибудь эту самую, государственную премию, да я уже давно заработал, намекаю, кто-то же смотрит это все, и так, может сегодня не успеем прогрушить, потому что нам надо к Рыкалину ехать, в общем, поняли, да, значит, мы обманули, это важнейший момент, я так удивляюсь, мы сейчас, когда прививаем, один-два из сотни не приживается, она чисто механически, стоишь, задница находится, это, выше головы, вот такой позе, прививаем на земле, на коленях, и получается, что, ну, одна-две из сотни, но не может быть такой, уссурийские груши, сто процентов приживаемость, яблони, 98-99, абрикосы, 95-98, не может быть, оно есть, вот, получается, что, таким путем, мы обманули природу, и мы продвинули садоводство, не меняя климат, а еще климат нам идет навстречу, в последнее время, такое творится, с одной стороны, вот, вот это симбиоз, между диким подвоем, и культурнейшим привоем, да, культурнейшим, он кажется, невероятен, но он существует, это результат, 30-летнего труда, уже рассмысленной работы, так, он существует, и теперь катаклизмы не так страшны, почему, потому что мы взяли два, это называется, я это называю, эволюционная лестница, на одном краю, вот так, кстати, вот, ну, это случайно, не дорожитые, но именно сибирьки, вот такие вот, и вот это на одном крае, эволюционной лестницы, да, а вот это вот, на другом крае, эволюционной лестницы, теперь, качество эти, и прибавляется качество эти, не одинокая, все не отнимается, культурность, остается, вкус, крупность, красота, ну, куда уже это самое, вот, кстати, это еще маленькие, 540 грамм, все равно крупные, это гиганты Подмосковья, это гиганты Подмосковья, да, причем, что интересно, при огромных размерах, это в этом году они мелкие, при огромных размерах, год особый, они еще и, сладкие, что бывает крайне редко, у меня самые крупные яблоки, 650 грамм, оказались несъедобные, я дерево спилил, вот, а эти-то уже, ну, пусть меньше, самые крупные я вешал 540 грамм, ну, здесь где-то около 500 будет, вот, ну, и я все время отвлекаюсь, стараюсь как-то людей заинтересовать, в общем, поняли, значит, работа проделана, ну, теперь получается, я отсюда, вот, я не зря рядом с ученым сижу, вот в этих вот яблоках, да, вот в этих вот, вот сейчас еще, до их уже можно вынимать семечки, вот так, самых крупных, это должно пойти в селекцию, для, просто человек, мой сторонник, мой ученик, просто кто-то услышал, узнал, караулу хочу семена, бодрожа вырастил, сливы, сливы, абрикосы, яблеры, груши, черешни, он вырастил из магазина, костик, получил шеневры, мы не можем, жалко здесь показать, он умер, никому, сад теперь никому не нужен, я когда объявил, что караул, наука, девы, вот, ну, у нас круг общения узкий, может и сейчас не знает, там уже давно должны быть машины стоять в очередь, чтобы выпросить у него что-нибудь, потому что этого невозможно, это единственный сибирский сад, череши, у меня там несколько деревьев, я даже не считаю это за сад, череши, а у него полноценный сад, настоящий, вот, то есть и семян выращивать можно, для обывателей, для простых тормальных садоводов, но, это самое, мелба и квинти, они мельче не бывают, а потом, чтобы мне, вот, ваши коллеги, ты уже в курсе, Тимирязевская академия кончили, делают погоду на просторах интернета, там где-то на канале, миллион с лишним подписчиков, Валерий Константин Железов, это у него мошенничество и ложь, цитирую слова, да, то есть, из этого, и, сейчас покажу, да не обращайте вы на них внимания, нет, дело не втуда, а я-то тут прежде, дело в том, что они же людям не дают, заниматься, развиваться, вот, вот это я специально заморозил, успокоился в последний момент, да, вот, это бай, сейчас я линейку принесу, измерю, ага, если успеем, все, смотрим на время, запись кончится через, через 7 минут, ну, ничего, успеем, а что мерить, сало как сало, что его пробовать, это примерно 80 грамм, вот эти, ну, не нашла линейку, это байи, а, я всегда хвастаюсь в последнее время, в Калининграде, мой бай, из моих, из моих, косточек, ой, не косточек, из моих черенков, у женщины Людмилы, с Калининграда, вот, эти 80 грамм, присылают фотографии, это ваши черенки дали, ну, это тоже можно показать, ваши черенки, но это опять мелкие, год такой, вот, ваши черенки дали 130 в среднем грамм, 130, я говорю, пишу, звоню, Людмила, берите ученики, она говорит, так я ваша ученица, это все ваши, вот, ну, мы не можем отвлекаться на сей, у нас осталось 5 минут, самое главное, я сказал, адаптация. давайте расскажем еще, какие есть еще другие, а, вообще, не, я хотел немножко, как сделать, чтобы у них они были, для этого можно теперь, семена выписывать у меня, и черенки у меня, почему, каждый раз, люди как говорят, я, научите поливать, вот есть отчаянные люди, я сделал 100 прямых, 100 мертвых, как умудрился, ну, как может 100 мертвых, он же старался, я же учу, всю зиму, сиди, и это самое, делай срез косой, механический, 100, 200, 300 раз, вот, и все, ума-то не надо, это чисто столярная работа, я же у тебя и говорю, 100 лев против плотника, и вот получается, что, надо теперь, люди попадают, как-то называют, в зависимости от меня, я не скрываю, но я взамен, вот это вот, да, черенки есть, по 150 рублей, по 200, но я калечу сад, и на них висят, вот эти вот, вот такие вот, ну, про все не рассказал, что еще, ну, что еще интересно, сварок, вся Сибирь должна была быть им покрыта, в этом году было жаркое лето, они вкусные, в прошлом году, или позапрошлый, я забыл, холодное, да, их было невозможно есть, вот, но, я считаю таким, не самым роскошным, но оно не замерзает никогда, это одно из достижений сибирских, алтайских садоводов, профессионалов, то есть ученых, вот, спасибо им за это, а третья из них, там, три автора, сварок, третья Байкова, наш с вами друг, правда? Да. Мы гордимся этим, так что не все ученые нас это, посылают и проклядают, вот, мы дружим, здесь, кстати, ученые, они настолько продвинуты, по сравнению с Тимирязевкой и этим, Мичинском, настолько продвинуты, мы давно опередили их, на сто лет европейских, а им вместо того, чтобы сказать, научите, поделитесь, вместо этого, как там было, всем советом прожил, ума не нажив. Не обращайте внимания, это им самим, по-моему, это меня лечит, поэтому, это потому, что я считаю, ума не нажив, что с этого можно вырастить, вот, например, соотношение, вот такое, вот с такого можно вырастить, такое, и вот это будет, самая морозостойка, почему, некоторые качества уходят, крупность, может быть, чуть-чуть сахара, зато добавляется морозостойкости, и то, что я называю, запас прочности, именно из семечка, уж если семечка выросла, ничего ему не будет, его потом даже приливать не надо, так, смотрим на время, я бы еще все сказал, ну, тогда все, просто покажем, какие есть, ну, давай, пока, не, ну, еще надо, сколько, суть называть, так, самое интересное, я вчера хвастался среднерусской, она вот эта, нет, или вот эта, так, так, вот это вот, раз, так, теперь, что еще, из самых ценных, из самых ценных, видите, это уже, как сказать, испорчено, испорчено, в общем, есть целый класс, кандили, да, по форме, вот она, да, по форме, кандили, это уже испорчено, потому что, кандиль белоснежная, она вот, смотрите, кандиль белоснежная, елки, ну, кто бы подумал, да, по форме, ну, очень отдаленно, да, я говорю, все мы портим, почему, потому что, подвое влияет, а ну, как говорит, не влияет, и уиска вертит, так теперь еще осталось сколько времени сейчас успеть показать да еще хочу показать так 20 ну еще две минуты антоновка испорчена нет нет сейчас погодите нет вот а вот это антоновка испорчено влияние по двое вот но я выбрал сам а в основном они все это у меня получился неплохой урожай с трех деревьев 4 ведра собрал этот раз вот вон они на балконе могу все предъявить это барбузин не хвастаюсь средний урожай были будут яблони полукарлик вот но все-таки хотя и вот она первый раз дала это а в пятнадцатом году мы купили учат значит все шестой год шестой год вот так тогда третье разы все хорошо так что еще показать это нарядные фильмов мировой лидер вот эти приготовленных и семечки вот они портятся и мы специально до самые лучшие семена вот вот они мировой лидер золотая медаль то ли 10 дольфи то ли париже не помнишь так теперь вот это сюда значит вот это вот так называемая я их знаете как называю воронежская пришлось воронежа вот это самое вкусное мне больше всего нравится воронежская и ладно и ладно они у меня в втором пятерке первая пятерка запоминаете первая гигант подмосковья 1 лесная красавица 2 лекция 3 значит лютневая 4 и пятая и пятая а осенний якорь его удивительно отечественный сорт в нем столько сахара вообще невообразимо ну что наверное сейчас надо прощаться все елена санна я надеюсь мы предупредили чтобы таблетку клали под язык от этого ледова да прежде чем вот это видеть это все сибирь еще раз говорю это миллионах садов миллионах это может уже расти сегодня еще раз говорю страна гэс в общей сложности тысячи километров незамерзающих рек вдоль и рек это на южные склоны на алтае есть места где 30 градусов не бывает не только 50 где это вот значит вся европейская россия ну все осталось 20 секунд все будем по машине так делать приятно было пообщаться спасибо за участие вот жизнь продолжается поехали до свидания друзья